Менталиб Мениханов уверен, чтобы быть фермером, нужно овладеть 150 профессиями. Человек со стороны не будет так вкладывать душу в работу, поэтому его частенько можно видеть и за рулем КамАЗа, и комбайна, особенно в уборочную страду. Уже квалифицированных механизаторов нет, из-за больших трудностей приходится самим работать. У нас она и так и называется семейный бизнес, но сейчас механизаторских кадров уже школ нет, поэтому все приходится. Старые поколения уже выходят на пенсии, на отдых, а молодежь особо в сельское хозяйство не хотят идти. Пшеница взошла позже обычного, в это время жатва уже заканчивалась, говорят сельчане. Поэтому фермерским хозяйствам нужно силы распределять таким образом, чтобы параллельно убирать и другие культуры. Если погода позволяет, а лабириса надо, повысили надо, закончить надо работу. По словам главы хозяйства, показатели не хуже прошлогодних – по 50 сантиметров с гектара. Уходит зерно прямиком на элеватор и местные хлебокомбинаты. Мы уже многие годы перед руководством республики и министерством сельскохозяйства ставим вопросы, чтобы были резервные емкости, чтобы принимали от всех фермерских хозяйств зерно, от товаропроизводителей. И был запас. Вдруг на следующий год будет засуха, допустим, не будет урожая. В этом году показатели не хуже прошлогодних – на молот по 50 сантиметров с гектара. И качество зерна не подкачало. В день вывозится по 5-6 камазов. Но придется ускориться, начинается сезон дождей. Осталось еще примерно 150 гектаров из 300. Лилия Денисова, Василий Киселев. Новости Татарстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова